Всем привет! Это будет Болталочка. На самом деле я очень полюбила смотреть у других блогеров такие вот влоги, если можно так выразиться. Поэтому тоже решила снять такое видео для вас. На самом деле звук записываю уже дома, но в таком же примерно настроении, как и снимала саму картинку. Поэтому не вырезаю специально шумовые эффекты для большей реалистичности. Где-то все-таки вырежу, так как уж слишком большой ветер был, стоял. Наверное, я зашла, я вот в парк была по делам на Фронтинской, по учебе по своим, у меня там находится главный корпус. И никогда не заходила в этот парк, но что-то мне приглянулась эта аллейка, а потом и на карте увидела заманчивые такие вот названия Вера, Надежда, Счастливый остров и т.п. и т.д., что я не смогла удержаться и зашла прогуляться. Вот такое вот деревце, очень интересное, я его в конце еще вам тоже покажу, мы обязательно с вами увидим его. О чем хотела, наверное, с вами поделиться, вообще порассуждать. Очень я люблю Москву, на самом деле, погулять, вот так вот походить. Не часто такое удается, вообще, на самом деле, этот маршрут был вообще проложен первый раз практически. В этот парк, я не так часто езжу на Фронтинскую, но когда надо, да, то никогда я что-то как-то не заходила туда. Да, вот уточка какая-то, что-то буду комментировать по ходу. Двигаемся в направлении Счастливого острова. Сейчас будем переходить дорогу. Уж больно мне понравились названия, как-то своей такой оптимистичностью, оптимистичной ноткой. Вот тут вот Москва у нас. К сожалению, на ту сторону я не стала переходить, поэтому я их тормашками все получилось. Вообще, на самом деле, я с вами хотела, наверное, поговорить о том, вообще порассуждать, наверное, о музыке, наверное, о том, что мне доставляет, наверное, на данный момент, да и вообще на протяжении многих лет. Просто огромные, наверное, эмоции какие-то. Вот тут вот детская площадка, очень такая миленькая, деревянная. Да, доставляет эмоции. На самом деле, мое вообще знакомство именно с академической, да, классической музыкой, я на самом деле не имею против никакой другой музыки, и поэтому, в принципе, будем говорить с вами сегодня о музыке, но я вам расскажу свою историю. Вообще, на самом деле, я могла даже стать, наверное, где-то и дизайном заняться, и чем-то еще, потому что, на самом деле, все было настолько случайно, вот оно и сейчас происходит все настолько случайно. Наверное, поэтому я так часто хочу бросить все, хотя я часто бросить хочу все, в принципе, да, как бы мне быстро все надоедает, мне хочется что-то переключиться на что-то другое, но, так сказать, по иронии, наверное, судьбы, в моей жизни случилось так, что каждый раз, просто каждый раз, так или иначе, я опять возвращалась в музыку. Правда, я, наверное, у меня куча, на самом деле, негативных качеств, как раз-таки, вот это вот бросить все и уйти куда-нибудь подальше, так будет проще и так легче. Жить мне, на самом деле, в какой-то степени мешает, а в какой-то степени, может быть, даже где-то и помогает. Не знаю, не знаю. Так вот, началось все, наверное, с того, что вообще музыкой заниматься я вообще, на самом деле, наверное, не должна была. Но, как-то вот захотелось мне в какой-то момент научиться играть на пианино. Назовем его пианино, потому что именно тогда я хотела научиться играть именно на пианино. Кстати, вот тут, смотрите, птички какие-то, птички-соловьи, да, тут водится, это экологическая тропа в парке существует, которая закрыта, открывается только в дни праздника, как написано вот на этой табличке. Не знаю, правда, правда ли там птички водятся, но будем верить. Будем верить. Вот чудесная корзинка, на самом деле, я обснимала с разных ракурсов, очень мне понравилась идея с клумбой такая. Ну и потихоньку мы движемся в обратном направлении. На самом деле, я должна была вам рассказать уже все, что я вам могла рассказать о музыке, но что-то как-то вот такая вот девушка, вот то самое дерево, о котором я вам говорила. Движемся в направлении выхода. И вот та самая наша, наша самая тропа. Здесь мне вот безумно сейчас вот понравится такой вид. Я нашла прям вот небо и такое вот деревянное, такое вот сено такое вот, мне напомнило что-то такое вот, очень тропическое. Даже не скажешь, что в Москве находишься. Да, о музыке. О музыке, на самом деле, и совершенно случайно, я ходила туда в бассейн, и совершенно случайно, это был уже, наверное, пятый класс. Да, наверное, пятый класс. И телефон репетитора был по фортепиано. Мы приехали в музыкальную школу. В музыкальной школе мне на самом деле оказалось, что такой педагог вообще не работает в музыкальной школе. То есть по адресу, да, где можно найти было этого педагога. В итоге на рецепшене совершенно случайно тоже оказалась моя будущая преподавательница по фортепиано, которая взяла меня под свой контроль и под свою опеку, за что ей огромная благодарность, наверное. Она сразу поняла, что, собственно говоря, ничего такого сверхгениального у меня не было. И мы стали с ней просто заниматься, просто для души, просто так. В итоге я поступила в музыкалку. В музыкалку я поступила по классу виолончели. Тоже, в принципе, на самом деле, совершенно не хотела учиться на виолончели. Вот, спустилась на Фрунзенскую. И на самом деле, сейчас мы поедем с вами до Кропотнинской. Мне тогда взбрело в голову, что мне удивительным образом хочется еще погулять. И как-то ностальгическое такое, вот, уходим мы с вами в храм Христа Спасителя. Вообще, на самом деле, я очень люблю это место летом, такой поздней весной, когда вот этот парк цветет, и там можно погулять. Вообще, просто замечательное какое-то ощущение. Здесь я увидела фразу, которую очень люблю, которую очень-очень люблю. Конечно, она здесь немного в другом контексте употреблена. Опять храм Христа Спасителя, очень много его здесь будет, потому что будем говорить с вами дальше о вере. Я немного переключусь, да, с музыки на веру. Почему? Потому что, правда, для меня эти вещи вообще на самом деле в последнее время стали как-то все больше и больше взаимодействовать. Наверное, так. Вот мы идем, хотя погода немножко испортилась, но мы все-таки идем. Я решила все-таки кружочек сделать около храма Христа Спасителя. Я опять не зайду внутрь. Так, вот, мое такое вот отношение, наверное, да, я вообще не хожу на службы, я не хожу вообще в церковь именно так. Я могу зайти туда с точки зрения, да, исторического места, просто посмотреть. Иногда так получается, что заходишь в службу, и тогда возникает, а вот и я, собственно, персоной. Ужасный ветер, я решила себя не снимать больше никогда в этом видео. Вот тучи серые ужасные поднялись просто, но это меня не остановило. Да, опять же, те же самые двери. Объясню, почему. Я на самом деле верую, да, можно сказать так, и вообще, на самом деле, когда я смотрю на эти купола, вообще на храмы, на вообще удивительные, да, строения, которые были возведены, сразу почему-то вспоминается мне именно хоровая музыка, которая называется Пахмутова. Написала музыку, Добронравов написал стихи к этой музыке, называется «Храм на крови». «Храм на крови» Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали 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 Симон.